Сегодня мы с вами говорим про простые шаги с периодическим голоданием И интервальное голодание, как начать, чего точно не делать В этом видеоролике я расскажу про базовые вещи Практические результаты интервального питания я слышала об этом уже давно У меня проблем с этим не было, когда мне нужно Но я расскажу про такие маленькие ошибки, чего делать, чего не делать И самые-самые простые вещи, которые вам действительно помогут Я заметила, что у многих читателей, моих слушателей заинтересовала статья об интервальном голодании Интервальное голодание, правильно говорить, интервальное питание, фастинг это режим питания При котором вы даете своему организму значительно больше времени для того, чтобы отдохнуть от переваривания пищи и восстановиться Оптимально начинать с 16 часов без еды, включая ночь Например, питаться с 9 до 17, с 11 до 19 и так далее Сложно? Вовсе нет Но у некоторых есть вопросы с цельной здоровой едой, насыщенной микроэлементами Идеально низкоуглеводная кета, а и палеопротоколов Для меня это супер важно В период без пищи можно употреблять воду, чай, кофе в первой половине дня Медитации, работой заниматься, отвлекаться И преимущество интервального питания это вклад, конечно, в долголетие Еда это всегда анаболик, активатор роста и однозначный сигнал строить Пауза это катаболик, активатор разрушения клеточных структур организма Это сигнал отдыхать и пользоваться тем, что имеется Первым для производства энергии в ход идут больные и отжившие органеллы клеток Или целые клетки, которые мешают нашему организму И всего-то нужно продержаться 8-10 часов без пищи Каждый последующий час это огромный вклад в здоровье После 24 часов есть особый смысл, а есть особого смысла нет Повышение энергетического статуса, снижение инсулинорезистентности Потеря веса, улучшение хронических воспалений и так далее Я услышала об интервальном голодании еще на своем кето Давно это было, но тогда я начала эту всю историю Никакого голода, ибо кето это тонна энергии, прекрасное настроение Но вот чисто психологически мне было очень сложно Это почти единственный шанс сбросить вес, если уже есть некоторые возрастные изменения Хронические заболевания и дефицит калорий на низкоуглеводном питании Интервальном голодании держать даже очень легко Тренировки Все боятся тренировки на голодный желудок, проходят прекрасно И пусть люди не врут, что обязательно нужно есть Я так тренировалась 3 года Мой давний друг тренируется около 17, а в 18 у него первый и последний прием пищи То есть здесь это очень индивидуально Чем старше человек, тем короче должно быть пищевое окно Есть одно очень существенное но Это опыт И каждый опыт должен быть подкреплен действием То есть если вы никогда этого не делали, не нужно этого начинать Пока вы, например, не научитесь 3 раза питаться Если у вас есть заболевания серьезные, тоже об этом 100 раз подумайте И самое главное, что Да, это все работает Но супер важно сначала посмотреть то, что я говорила про вообще питание Интервальное голодание это не панацея от всего Вот и все Напишите под видеороликом вопросы и я отвечу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому